так интересно по инструкции внизу трапа выдумного должен кто-то быть из экипажа то стюардесса либо там я не знаю должен людей встречать внизу помочь встать и собственно направлять в безопасную сторону ну я так предполагаю я не читал инструкцию но как бы я предполагаю опять же очень интересно получается почему взлетную вернее вдруг посадишь полосу не подготовили сразу очень интересно то есть знали что там возгорание могли бы уже подготовить технику какую-то я не знаю полить допустим взлетную полосу пеной там или там примерно знать где самолет остановится там установить уже какие-то автомобили которые тушат там пенники там или там но я не знаю чем тушить час вот и тем более этот самолет несколько раз пытался съесть вернее один раз пытался сесть по идее уже шухер должен подняться там я не знаю за ним уже должны есть пожарки а тут вообще не чесались даже я говорю что если там что-то надломился и так далее при первой посадке почему я грудь не был пожарных машин почему не покрыли взлетную полосу там скользящей пены если значит там что-то надломилось не знаю непонятно вообще ну как всегда все нежданно негаданно случилось вот очень странно трапа раскинута почему нет никого из экипажа кто встречает те которые скатываются не помогает им стать и не про не направляет безопасным сторону то есть вот видно видно ясно что народ катится сам не знаю там серпина может подпихивает но внизу почему-то никто не встречает хотя я говорю что не читал инструкцию но судя по каким-то съемкам документальным или фильмом то внизу всегда должен кто-то быть вот так собирают самолеты два года самолетом советские самолета все летают сейчас а все наводил и падают опять же это вот только что вот сказал телеведущий это не моя выдумка то есть он сказал что вот самолет новый два года ему там также все приведены в боевую в полную боевую готовность возвращаемся на место событий прямо сейчас в аэропорту где сегодня загорелся самолет работает моя коллега оксана осипчук оксана здравствуй ты на прямой связи расскажи удалось ли выяснить какую-то последнюю информацию привет максим сейчас ждем пострадавших по неофициальным данным именно из этого выхода и должны выйти пострадавшие того самого горевшего самолета в аэропорту шереметьево на данный момент работы в аэропорту возобновлена в ограниченном режиме сейчас уже полетел первый рейс петербург вот но пока что нам удалось то есть видимо те кто спасся шли пешком дошли сейчас попытаются ее расспросить я так предполагаю ситуация здравствуйте мы провожаем в аэропорт мы провожаем нашу бабушку она сейчас сидит в зоне прилета и она еще ничего не знает и 77 лет и мы просто пока не знаем какие сказать потому что мы знаем что все рейсы задержаны и мы сомневаемся что просто вообще сможем улететь мы сейчас слышали что люди разговаривают с других рейсов что они улетают из других аэропортов что их перенаправляют и если честно просто сейчас не знаем сможем ли мы улететь отсюда и сможем ли мы улететь сегодня то есть по аэропорту информации тоже 0 я так предполагаю спасибо большое но пока и мы ждем официальных комментариев а я напомню что произошло в аэропорту буквально несколько часов назад шереметьево на них видно что ничего не готово к аварийной посадке обратите внимание на троп здесь может просто плохо видно будет ладно хоть тропа сработали опять же все спаслись все вышли все ушли с чемоданами а самолет стоит горит то есть опять же не техники ничего то есть опять непонятно прошло уже наверное около 50 минут как самолет запросил аварийную посадку и сообщили что возгорание аэропорту шереметьево мы еще обязательно к ней вернемся слава минтранс евгений дитрих леонид нет ж